Привет, Амина! Я догадался, что ты имела в виду про фон-заголовка. Ты имела в виду не про фон-заголовка, а про фон названия страницы, либо записи. То есть, именно вот это, скорее всего. То есть, идёт название страницы, либо название записи, и вот здесь отображается этот фон. Да? Вот. Заголовок у нас, как правило, это вот эта вот штука. Вот. В общем, как убрать этот фон, или как поменять его цвет, или как сузить это, да, сделать узким, то есть, сжать поменьше, чтобы было расстояние здесь. Это я тебе сейчас всё покажу. Смотри. Нажимаешь правой кнопкой мыши, не левой, а правой, просто на белый экранчик, и у тебя появляется такая страничка. Далее нажимаешь «Просмотреть код» и ждёшь. Сейчас у нас откроется такое окошко, и мы посмотрим код. А потом в коде сайта это поменяем. Открылось это окошко, далее делаешь следующее. Нажимаешь вот сюда, вот сюда вот, один раз. Она стала светиться как-то синеньким, да? Далее наводишь вот сюда. У тебя должно быть вот такой примерно отображаться. Вот, навела. Нажимаешь один раз. Нажала. И далее у тебя вот здесь поменялась картиночка, да? Смотри, здесь нужно сделать следующее. Взять и скопировать вот эту вот штуку. Сюда нажать. Вот, или раз, или несколько раз. Ну, в общем, это нужно скопировать. Нажать и скопировать. Далее, смотри. Вот тут мы можем предварительно настроить и посмотреть, как у нас будет отображаться наш заголовок. Сейчас. Если мы сейчас вот здесь вот 30 пикселей, да? Вот тут написано. А тут градации цвета нашего, да, какой цвет идет, я сильно подробно объяснять не буду. Сейчас я покажу, как просто сделать фон белым, как у меня. Ставишь палочку сюда, для примера, и стираешь это, потом ставишь сюда. Видишь, фон стал белым. Далее. Следующее, что нужно сделать. Допустим, расстояние у нас, видишь, какое большое, да? Большое расстояние. Его можно убрать, сделать меньше. Например, ставим сюда, несколько раз нажимаем, двоечку стираем, и можем оставить 0, да? Будет вот так, узко. Вот. Можно сделать больше, да? Можно сделать 10. Ой, 100 нажал. 10, допустим. Вот так будет, да? Вот. Ну, давай сделаем следующее. Давай сделаем 5. 5. Вот так, например, да? 5. И теперь, ну, можно, в общем, здесь просто подбираешь, как тебе больше нравится, да? 5, 10 расстояния, или 1 можно сделать. Давай сделаем 1 пиксель. Пускай будет 1 пиксель, вот так. Смотри, тут у нас отображается снизу полосочка и сверху. Если нажать вот здесь, то можно менять цвет этой полосочки, да? И потом это скопировать и вставить в сайте, да? Ты, в принципе, поймешь, где это вставить. И будет у нас какая-то цветом отображаться полосочка. Можно вообще ее убрать. Нажав сюда. Нажав сюда, истерев единичку и поставить 0. Потом нажимаем сюда. То есть, можно вообще убрать, да? Это все. Итак, давай мы это дело и провернем сейчас. Сделаем следующее. Просто уберем нижнюю полосочку. Расстояние поставим здесь от единичку, да? Либо можно 10 поставить. Вот так. Ну, единичка как-то слишком сжата. Вот, 10 как-то много. А вот 5, я не знаю, 5, это будет, скорее всего, нормально. Или 10 лучше. Ну, пускай будет 10. Вот. В принципе, сама поставишь, как тебе нравится. Смотри. В общем, нажимаешь сюда. Нажала. Скопировала. Далее повторяй все за мной, чтобы не ошибиться. Скопировала. Нажимаешь вот сюда. Ну, как обычно, наш свой сайт. Так, вот это надо закрыть. Это нам больше не нужно. Далее наводишь на внешний вид. Далее наводишь сюда и наводишь на редактор. Нажимаешь вот сюда. Редактор. Далее. Делаешь следующее. Опускаешься вниз вот здесь вот. И нажимаешь вот сюда. Таблица стилей. Нажимаешь. Нажала. Вот здесь вот у тебя должно быть написано. Таблица стилей. Далее. Как тебе тут показать? Конечно. Ну, показать не смогу. Нужно сделать следующее. Нажать на клавишу на компьютере. Control. Держать ее. А потом нажать буковку F английскую. У тебя появится такое окошко. Далее. То, что ты копировала. Сюда нажимаешь. И нажимаешь вставить. Вставила. И после этого у тебя должно отобразиться вот такая вот картинка. Если не отобразилось. Нажми еще и нажми Enter. Вот. Еще раз, да? Теперь смотри. Протягиваешь вниз немножко. И вот у тебя и надпись. Это да? Это то же самое, что мы редактировали. Ну, прикидывали, как это будет выглядеть. Здесь делаем то же самое. Например. Тут убираем полоску эту. Стираем и нажимаем нолик. Если мы вот здесь вставим другой код света, то будет другой код света. Но пока это делать не будем. Далее. Вот здесь вот стираем двоечку и спишем единичку. Пускай будет десять. А вот здесь стираем троечку. Троечку стираем и оставляем ноль пикселей. Вот. Далее. Вот в таком виде, как есть у меня сейчас, делаешь. Далее нажимаешь сюда. Прокручиваешь вниз. Нажимаешь обновить. Потом смотри. Если ты сделала все правильно, значит, у тебя сейчас должно быть именно все по-другому. И фона не будет. Открываешь новую вкладку. Именно новую. И в новой вкладке открываешь свой сайт. Потому что эту пока трогать нельзя. Вот. Потом открываешь какую-нибудь свою любую запись. Или название страницы. Вот. У меня сейчас это так отобразилось. С фоном. И нажимаешь кнопочку обновить страницу. Вот. Еще раз. Обновили. Если не помогло, еще раз обновить. Или нужно очистить кэш. Вот. То есть, видите. Видишь. Теперь фона нет. Теперь смотри. Ты заметила, что еще увеличилось такое расстояние. У меня это поджато. У меня это более компактно. Как это сделать так же и у тебя? Смотри. Я сразу покажу вторую штуку. А, нет. Перед тем, как это показать, я такой вопрос задам. Если у тебя сейчас здесь возникла какая-то ошибка, тогда вернись сюда и посмотри, все ли тут ты сделала правильно. Потому что в кодах сайт ошибаться нежелательно. Может быть какой-нибудь сбой. Чтобы все сделала ты здесь правильно. Как у меня. Далее. Возвращаем сюда. И смотри. Теперь мы поменяем еще другое. Мы подожмем сайт. Подожмем сайт. В принципе, ты поймешь, как редактируется сайт. Опять нажимаем правой кнопкой мыши. Нажимаем просмотр кода. Вот. Но не то, чтобы мы подожмем сайт, а мы просто сделаем его компактней. Уберем лишнее пустое пространство. Нажимаем вот сюда. Далее. Опять наводим мышкой. Вот вводим мышкой и наводим это вот сюда. То есть у тебя должна быть отображаться вот такая картинка. Полосочка. А здесь идет другой фон. То есть вот такой должен отображаться. И нажимаешь. Вот у тебя здесь появилась такая надпись. Padding. Mine Padding. И написано 40. Это вот, который 40, это 40 пикселей этого расстояния. Вот это 40 пикселей расстояния. Сейчас мы это тоже просто прикинем в браузере, как это будет, если мы уменьшим. И сделаем так, как нам нужно. Давай сотрем и поставим 0. Вот так будет, если мы поставим 0, мы это все сильно подожмем. Давай поставим единичку 10. 10 это будет вот так, например, поджато. Или, допустим, не 10, а сотрем и поставим 5 пикселей. Это будет вот так. То есть вот так будет поджато, да? Ну, пускай будет 10. Я показываю тебе для примера, а ты, естественно, поставишь ту цифру, которая тебе больше нравится. Пускай будет 10. Далее оставляем это так. Тут, в принципе, смотри, в браузере вот здесь, да, можно оставить как угодно. Но это не имеет значения. Это просто мы подстраиваем для себя. Вот. Для того, чтобы прикинуть, как это будет выглядеть, как нам больше нравится. Далее делаешь следующее. Вот давай, для примера, сделаю, как обычно было. Верну 40. Оставлю как 40, просто для примера. Копируешь теперь вот этот Mine. Нажимаешь на него. Вот я один раз нажимаю. Потом правой кнопкой мыши копировать. Далее берешь, возвращаешься сюда, в эту вкладку, тему, в эту вкладку, где у тебя таблицы стилей. И берешь, делаешь опять ту же самую операцию. Зажимаешь кнопку Ctrl. Она обычно слева, не на клавиатуре, да, обычно слева в углу обычно находится. Нажимаешь кнопку, эту держишь. Потом нажимаешь F, и появляется такая строка. Вот тут, если у тебя что-то написано, то стираешь и вставляешь вот это Mine. Вставила. И если у тебя сразу это не отобразилось, нажимаешь Enter. Далее. Теперь вот здесь за место 40 пишешь 10. Пишешь единичку. Вот. Единичку прописала. Потом аккуратно вот здесь вот тут мышкой сюда наводишь, протягиваешь вниз и нажимаешь обновить. Обновила. Далее смотри. Возвращаешься сюда. Закрываешь это. Нажимаешь обновить страницу. Все обновило. Можно еще раз нажать. Если сразу не сработало, еще раз нажми. Видишь, у нас теперь все стало поджато. То же самое и других вещей. То есть, если тебе что-то нужно отредактировать, ты уже можешь в принципе начинать узнавать детали, как редактировать код. Нажимаешь правой кнопкой выше, потом код сайта. И потом меняешь что-нибудь еще. Вот. Допустим, я хочу изменить... Ну, не знаю, что-то еще. Вот смотри. Всегда просто для примера. Цифры и пиксели это всегда расстояние и размеры. Вот если протянуть вниз, это вот тут показывается, какие размеры и расстояния. Ну, опять же, тут тебе нужно будет больше вникать, смотреть в YouTube видео, как это все менять. Ну, например, давай просто я еще покажу, как изменить цвет чего-нибудь, да? Ну, не знаю. Ну, пускай... Так. Ну, ладно, смотри, как меняется цвет. Давай нажмем сюда. Откроет у нас заголовок, да? Допустим, изменить цвет этой полосочки, которая подчеркивается у нас здесь, да? Как это делается? Нажимаешь, права кнопка мыши, потом просмотреть код. Далее. Откроется сейчас у нас эта штучка. Нажимаешь вот сюда. Потом наводишь вот сюда, да? Вот сюда. И у тебя вот так вот она отображается. И нажимаешь один раз, кликаешь. Потом поменялось вот здесь вот у нас. И теперь пролистываем. Нам нужно поменять вот тут полоску эту, да? Поменять эту полоску. Потихонечку протягиваем, ищем ее. Ищем, ищем. Где она находится? Вот. Не нашли мы ее. Так, еще раз. Так, значит, еще раз нажимаешь сюда. И уже тогда нажимаешь вот сюда, да? Потому что там не нашли. Давай еще здесь попробуем, найдем. Нажимаем сюда. Так, и смотрим. Ищем эту полоску. Нам нужно найти эту полосочку. Я у себя ее находил, но... Сейчас уже не помню, где она у меня... Ну ладно, давай что-нибудь попроще. Что-нибудь попроще покажу. Ну, в принципе, для примера, да? Просто, просто пример. Менять ничего не будем. Ну, пример. Нажимаешь. Потом наводишь на... Это нажимаешь, да? Сюда. И вот тут, смотри. Color. Color это, как правило, цвет. И вот как выглядит цвет, да? Коричневым. 4, 4, 4. В принципе, цвет вот этого заголовка, название сайта мы можем и вот здесь, в настройках поменять. Но есть такие места в сайте, где это через настройки нельзя поменять. А именно нужно менять в коде. Вот. Я просто пример покажу. Смотри, берешь, копируешь, как всегда, вот эту вот строчку. Копируешь. И далее нажимаешь сюда текст. И выбираешь, не текст, а вот на этот квадратик. Нажимаешь и выбираешь, каким ты хочешь, чтобы был... Это у нас, да? Наша картинка была. Видишь, красным, допустим, я сейчас сделаю. Вот, красным. И вот код красного цвета. Далее нужно будет сделать так же, допустим. Например, вернуться сюда. Таблицу стиля нажать. Ctrl F, держать, потом нажать F. Откроется эта штучка, вставить сюда. И найти вот этот... Видишь, четверочки эти. Это код цвета. И вот здесь это то же самое. Код цвета у нас раньше был, да? Вот здесь. Но мы сейчас здесь поставили код цвета красным. Мы берем это то же самое, копируем. И возвращаемся сюда. И вот здесь вот это. Вот этот код вставляем. Вставляем. Видишь, вставили. Видишь, самое главное еще, чтобы ничего не нарушить. Тут идут окончания. Точка с запятой. Вот так же все должно и быть. То есть, если ты сотрешь точку с запятой, то уже будет ошибка в сайте. Этого делать нельзя. И потом нажимаешь обновить, и уже ты поменяешь цвет. Именно вот это вот. И будет он красным, да? Вот. Ну а так, изначально, смотри, сюда, в код не спеши лезть с сайта. Изначально постарайся все настройки произвести через выезд эти настройки, да? Через все возможное, что можно сделать. Посмотреть до конца все уроки. А потом, если уже что-то не устраивает, какие-то расстояния слишком большие, да? Или еще что-то, тогда уже это нужно делать через код сайта. Вот. Но в целом, я уверен, что в этот раз мне получилось помочь. Потому что я понял, что ты имел в виду фон заголовка. И главное, чтобы ты сделала все правильно и вот здесь вставила все без ошибок, да? Как я тебе показывал. Вот. Ну, если что, пиши. Помогу еще насчет какой-нибудь проблемы. Вот. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok